Да, и в очередной раз вас приветствует Шахматный Феникс, ваши комментаторы Владислав Чижиков и Кирилл Широков, и мы продолжаем нашу с Владиславом рубрику «Необычные шахматные идеи и необычные шахматные партии». Да, ребята, вот, наверное, многие из вас смотрели Александра Гельмана и помнят, как Александр показывал нам, удивлял нас такой партией, когда некий шахматист по фамилии имени Эрик Стал пошёл через всю доску ставить доску, или доску, я не знаю, как правильно, но неважно, пошёл ставить мат королю через всю орду белых фигур. И вот сейчас мы вам покажем некое подобие этой партии, но это, ребята, просто, я не знаю, это шок. Играли достаточно сильные люди, два гроссмейстера, чёрными играл Грещук Александр, против него играл Гашимов Бугар. Ну и, собственно, я думаю, можно приступать. И у нас в очередной раз сицилянка, а когда, ребята, сицилянка на доске творится полный бардак, а когда ещё вариант Найдерфа, то это вообще просто полное рубилово. Ну и, Владислав, тебе слово. Да, всех приветствую. Ну, вариант Найдерфа совершенно верно, один из самых острых в сицилянской защите. Грещук этот вариант играет очень часто, любит острую игру, хорошо считает варианты, быстро разбирается, принимает решения. Он был и чемпионом мира по блицу, поэтому, наверное, быстрота мышления ему помогает. Но соперник серьёзный, турнир тоже серьёзный, матч Азербайджан-Россия, 2010 год. Более современной даже, я бы сказал, идея короля, проникнуть, побегать по всей территории шахматной доски. Ну и в современных шахматах такое тоже бывает. Не только это было в Устейнице или ещё у кого-то. Ну, так сказать, о шахматистах эпохи Возрождения. Да, да, даже в современных шахматах это можно встретить. Кстати, не только у Грещука, достаточно партий. Это, конечно, с одной стороны, идея встречается, может быть, чаще, чем некоторые, но с другой стороны, она настолько необычная, что король позволяет себе бегать там, где он хочет, когда особенно много фигур на доске. Ну, вариант, помимо того, что уже мы назвали, что это открытая сицилянка, вариант на Айверфа, острый вариант, так ещё и белые выбирают тоже один из самых фигурлянтов, потому что, в принципе, можно играть и более позиционные шахматы с лунги 2, активные шахматы просто с лунги 3 получаются, а вот склон G5 ход чересчур активный. На мой взгляд, он очень интересный и сложный. Тут очень много теории. И, конечно, ухо шахматиста строительства с лунги 650. Бульсат, секундочку, я тебя перебью. Нажмём мы на паузу. А итак, небольшие технические сложности, и мы продолжаем. Бульсат, слушайте. Ну, да, да, ход Е6 здесь последовал. Ну, и, в общем-то, теоретическая развязка такая, или завязка, можно по-разному это называть. Ферз выходит на Б6, чёрные в этом варианте жадничают, забирают часто пешку B2, но белые, как бы, замены этой пешки получают сильную атаку, и получается не пойми что. Вообще, конечно, современные компьютеры эту позицию анализировали, мне кажется, очень много. И здесь какие-то анализы, но партию мы смотрим в ЧСБ, даже много вариантов. Я не то, что половину, практически ничего показывать не буду, потому что, если мы начнём там смотреть, мы точно заботиться и ничего не поймём. Наша идея посмотреть, что творил Клещён. Вот слон Е7, понятно, да, белые уже открывают... Заранее открывают линию? Да, открывают линию F, они вообще эту позицию просто будут сейчас крошить на этом фанге. Раскочили здесь пару ходов, но ходы логичные. Ферзь темпом возвращается в лагерь чёрных, да, то есть на С7 куда-то тренинся, напали на G5, клона, конечно, решить никто сдавать не будет, клон важный. Зуразил отскок коня, да, там, на G5, скорее всего. Да, и на самом деле вот страшная угроза сейчас после короткой рокировки. У чёрных такая позиция, это, я бы сказал, уже, мне кажется, даже тяжёлая, то, что отбивать всё это, это прям... Рокировка до белых? Ну, вообще ход-рокировка, он невозможный здесь. Ну, видимо, Гошимову хотелось больше, и он решил, что можно пойти вообще лабак. И ход пешкой G, ну вот, очень большая амбиция, и, честно говоря, на первый взгляд многие бы испугались просто, потому что, ну а как ходить-то? Ну, печальная позиция, согласен. Ну, не то, что печальная. Да, защищаются многие шахматисты плохо, кого обманывают, поэтому, я думаю, большинство бы здесь, даже какой-нибудь детей не пойти, тут вообще мне непонятно, что делать. Рокировку под маркетингом осталось, я больше не вижу, что ещё можно сделать. А ещё такая идея, нельзя этих коней никак прогнать, потому что, допустим, если сейчас пойдёшь E5 чёрными, как бы идея напасть на G4, да, то ослабляешь пункт дэпидж. И там всё ослабляешь. Всё ослабляешь. Нельзя трогать эти центральные пешки. И вообще, посмотрите на позицию, ребят, вам приятно было бы такую позицию играть чёрными? Посмотрите, туча, просто туч чёрных фигур нависла. И сейчас вот уже, вот уже прям близко, уже прям ощущается вот это. Ну, Грещуко, видимо, эта позиция как-то была известна, потому что без подготовки её играть в этом вопросе невозможно. Харакири, самоубийство. Да, ну, даже здесь всё равно, ферзь наш 3 стал очень интересным, необычным. Он посматривает на пункт E6, грозит G5. И так уже играли даже вот здесь. Кто очень внимательно смотрит с правой стороны, может увидеть. Мамедов, Фарли играли, два азербайджанских. Ну, Мамедов, Фарли точно азербайджанец, но Мамедов вроде тоже. Соответственно, у них там тоже бурные какие-то события происходили. Там ход E5 был, здесь ферзь H3. Ну и новинку подготовил, возможно, Грещуко, ход плодья H7. Это прям под рубрику необычные ходы. Вместо рокировки, вместо каких-то естественных ходов. Ну, зачем-то ладю прячем, я даже не знаю, как это место назвать. Ну, вот, ребят, представляете, вы играете в классику. Играете против сильного гроссмейстера за 2 700. Видите вот такую позицию, где вот ещё чуть-чуть, и всё, вас ногами запинают. И вы играете у ладья H7. Да, ну, не знаю, уход. У ухода, конечно, есть идеи. Если бы идеи не было, то совсем было. Я бы не понимал, зачем его делать, да. Ну, видимо, право защита от G5. Чтобы ладья на H7 была защищена конема H6. Но, как-то, ага, что с ней дальше делать? Это ладья на первый взгляд кажется, что это плохо. Но, видимо, анализ был проделан большой. И защитные ресурсы черных здесь всё-таки есть, да. И как-то поверил в позицию Грищук и решил в таком важном матче от Азербайджана России применять эту идею. В ладьях ходить. Ну, ходы белых, честно говоря, здесь комментируется намного проще, потому что они просто подводят свои фигуры. Ну, они сгущают тучи, так скажем. Да, они покрадывают с разных сторон, подбираются, постоянно чего-то хотят. Ну, вот. Хотя анализ после партии показал, что G5, казалось бы, такой ход ладья H7, G5-то ходить не надо, ладья там откроется, и всё будет нормально. Но здесь ход G5 был очень сильно. Я думаю, нам не стоит вникать во все... Мы даже не пытаемся вникать, я просто обратно... Вот это на это у меня... Я даже не знаю, как это назвать, когда не верится, что этот ход можно сделать, он оказывается возможным. Там ладья оживает, и там почему-то хуже. Ну, мы не будем это смотреть. Да, ребят, мы, собственно, не будем полностью анализировать партии, потому что, если мы сейчас... Ну, кто-то хочет, может, сейчас будет её найти, а она здесь, в общем доступе, и, в принципе, никто вам не мешает её посмотреть подробнее. Потому что, если мы сейчас углубимся в анализ, вы просидите около компьютера часа, может быть, два. Кому это может решить? Может быть, шесть, да. Ну, и пришло всё к тому, что здесь, в этой позиции, уже никто не считает пешек, никто не считает материала. Белый, мне кажется, думали, что они уже макс скоро объявят, потому что, ну, как-то всё с темпом. Словно же шесть сейчас пойдёт. Ну, и тут жарство пешки, видимо, нужно подменять. Ну, принцип защиты – это простой. Каждый размен облегчает защиту, да? Понятно. Да, и максимально мы пытаемся разменять побольше фигур. Всё-таки, два коня покинули доску, немножко стало легче. Хотя, королём D7, ну, ход ладья D1 тоже классно. Согласен. Какие-то хоть. Придумают, мы батарею выстраиваем, мы с каких-то планок. Что-то мы не берём коня, мы просто подкатываем ладья D1. Ну, коня там шахферский четыре, да, всё-таки, наверное. Ну, не так, но можно ферджи 6 было напасть, как-то ещё какие-то подпосмотреть, но здесь можно утонуть в анализе, да. Ну, ладья D1, видимо, ставка-то на короля, конечно, была сделана. Ферзь E5 был ход интересный. Ладья ушла просто, да? Она пошла сначала на H7, потом ушла. Ну, как бы, понятно. Это нормально. Да, это нормально. Клоны стали прыгать. Что происходит? Видимо, чёрные всё-таки понимают, что им нужно тоже как-то... Контроигрушку создавать. Как-то хоть шаг какой-то объявить. И тут не ферзём, не слоном, а конём, да. Наверное, это кому-то просто кажется, поэтому мы не будем терять время. Ну, понятно, да, вот такую вещь объяснить любой может, да, нам выгодно поменять ферзей. Королём на D7-то не вообще как бы лишняя фигура пока. Ну, и гонка за королём пошла, связки всевозможные, и постепенно король своим ходом, не обращая ни на что, там, фигуры подбой, ну, неважно. Главное, пройти вперёд. Да-да, что творится на доске вообще абсолютно не баловывает никакого значения. Вот играем в догонялки, мы хотим дойти до горизонтали, до первой горизонтали. Есть такие смешные истории, когда слабые шахматисты, думая, что если король доходит до первого ряда, можно поставить пешку. Нет, пешку поставить и, как бы, на одну пешку больше. Ну, Грещук, я не думаю, что этим правилом здесь пользовался, но выглядит это так. Ну, масса не оказалась. Ну, здесь, видимо, масса Е2 уже почему-то грозила белым, они не понимали, за что им такие наказания. Отдали качество, понападали. Тут промежуточные ходы пошли, Ну, вообще, паска, конечно, очень тяжелая для понимания шахматы. Я даже не знаю, если позиционные вещи какие-то можно объяснить, то почему здесь бы шах нужно ходить? Ну, наверное, ферзю почему-то не хотелось отходить. Может быть, какие-то еще 2-5-3, какие-то где-то шахи. Не знаю, на ферзе 3 почему нельзя было сыграть? Видимо, важно напасть на ферзя и отдать пешку. А, и шахму. Да, вот шах на Е5. Шах – это, конечно, сильно. Солнце 7 интереснейший ход, просто интереснейший. А зачем он нужен? Нам надо Владюна Д8 поставить на король на Б3 пришел, чтобы объявлять мат, а мы зачем-то остановились. Нужно продолжать. Конечно, конечно. Король на А2, спрятался от шаха одного плечом. На Б1, все, вот мы сейчас пешку поставим. Ну, тут даже без пешки можно, наверное. Король вообще белых не ходит, и качества нету, и я даже не знаю. Видимо, на этом все. Хотя, честно говоря, с королем на Б1 многие бы неуютно себя чувствовали. Спокойно. Не знаю. Видимо, остальные нервы, железные нервы, как вы бы говорят. Ну, здесь, да, здесь видно, что пришлось творить королю, чтобы черные победили. Такой маршрут красивый, желто-зеленый. Ну, и, в общем-то, этот эфир можно уже и не анализировать, потому что мы знаем, что Геншкуль активный король. Это основа успеха, и, в общем-то, здесь еще и лишняя пешка. Ну, и как бы партия закончилась. Просто сдались. Ну, и вообще, конечно, сборной России, когда... Я не представляю, что ощущали товарищи в команде, когда видели на соседнем доске вот эту партию, что азербайджанцы, что россияне. Ну, это, наверное, тема интересной шахматы и спортивные соревнования, где удается показать такую насыщенную борьбу. Да, ну, а на этом всем спасибо за внимание. Для нас показывали партию Александра Горщука и Бугаря Гошимова, Кирилл Широков и Владислав Чирик. Ямсока.